В редакцию телекомпании Ахтуба обратились жильцы одного из кварталов Волжского. Прямо под окнами их домов наметилась масштабная стройка, о чем люди узнали уже при появлении строителей. Более того, перед началом работ были срублены 30-летние деревья, посаженные здесь в свое время самими жителями. Возмущенные волжане, с ними встретилась наш корреспондент Светлана Олегбарова, намерена обращаться в прокуратуру. Мы хотим жить спокойно в собственных квартирах, говорят жители домов по улице Карбышева. Буквально на днях у них под окнами вырос забор, и на вопросы людей, для чего, они получили неожиданный ответ. На месте продуктового ларька здесь вырастет магазин. Волжане недоумевают, буквально в соседнем доме уже есть целых два, причем один круглосуточный. Жильцы этого дома и так очень много вытерпели от этого киоска, потому что по ночам есть крики «спасите, помогите», драки бесконечно, машины подъезжают, машина ставит нам прямо под окна. То есть спокойно мы не жили, когда появился здесь киоск. Учитывая грядущую стройку, жильцам о покое вообще можно будет забыть. Обеспокоенные волжане начали стучаться во все инстанции. В управлении архитектуры получили ответ, все законно, документы застройщика, он же владелец ларька, в порядке. То же самое подтвердили нам и в мэрии Волжского. Необходимые в данном случае по закону публичные слушания состоялись. Добро на стройку было дано, хотя большинство жильцов, по их уверениям, об этом и не слышали. К сожалению, ситуация происходит такая, что когда печатается объявление в газете, когда печатается на подъездах, кто-то, наверное, их срывает по понятным причинам. Но ситуация такая, что вся процедура была соблюдена. На публичных слушаниях, к сожалению, было всего шесть человек. То есть с соседнего дома, с этого дома люди. Кто был на публичных слушаниях, просто реально сегодня можно прийти в их территорию, запрос сделать, и мы покажем, кто был на публичных слушаниях. Но людей возмущает еще вот что. В разрешении на строительство сказана реконструкция. Ладно бы привели киоск в порядок, говорят жители, но ведь здесь будет целый магазин, и не простой, а двухэтажный. Он закроет весь свет, а у нас и так теневая сторона. Что же нам теперь, как подземелье жить, возмущаются люди. У нас расстояние от дороги где-то в пределах шести метров, а дальше сразу это будет здание. И получается действительно этот тоннель, где будут много машин, машин много здесь, магазины здесь, много машин ходит разного калибра, больших и маленьких. И весь этот газ будет вот в этом тоннеле, а мы будем им дышать. Для будущей стройки уже освобождают место. На днях спилили несколько 30-летних вязов, которые сажали сами жители всем домом, когда только вселились сюда. Нина Устеменко до сих пор на лекарствах. Говорит, никак не могу отойти от этого варварства. Падают деревья, их так жалко, и такое прям куча, 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 куча. Вот я балкон закрыла, фордочку закрыл, чтобы не слышать, а все равно, все равно жалко. Разобраться со спиленными деревьями к людям приехал представитель городского комбината благоустройства. Нам на камеру он отказался объяснить порядок возмещения ущерба, нанесенного стройкой зеленым насаждением. Но собравшимся жильцам заявил следующее. Это где-то он штук 15 там будет восстанавливать. Какое место определяют для посадки чиновники, жильцам так и осталось непонятно. Ясно лишь, что здесь после появления магазина 12 деревьев никак не посадишь. Кстати, по словам первого вице-мэра Михаила Кубанцева, мэрия намерена менять существующий порядок возмещения ущерба. Застройщиков хотят обязать высаживать новые деревья именно на месте вырубленных, а не в другом конце города, как сейчас зачастую получается. Что же касается ситуации вокруг домов Покарбышева, то здесь, как сказал Кубанцев, тоже еще есть с чем разбираться. Да, действительно, там есть не нарушения, а есть проблемы, которые возникают с установкой забора. Я думаю, что эту ситуацию мы однозначно поправим, потому что расширена немножко граница земельного участка для строительных нужд. Ну а по словам жителей, они все же намерены обратиться в прокуратуру, как в последнюю инстанцию. В остальные же письма за многочисленными подписями волжане уже разослали. В надежде на реакцию властей. Ведь должна же быть какая-то гарантия, что завтра подобная стройка не начнется в других домах, также в соседствующих с ларьками и киосками.